Ну что ж, всем привет, с вами Вайперо. Несмотря на то, что игра вышла почти что месяц назад, она будет долго актуальна. В основном потому, что большинство игроков горит из-за того, что в этой игре имеется пропаганда ЛГБТ и феминизма. И это частично правда. Почему частично? Ну потому что вот этот ваш феминизм ЛГБТ уходит на второй план. На самом деле, весь акцент строится на отношениях главных героев и тростеперенных персонажей. И об этом вы сейчас узнаете через несколько секунд, так что усаживайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном и желаем вам приятного просмотра. Событие второй части происходит спустя пять лет после событий первой части Ласта Фас. Элли и Джоэл живут в поселении Томми, который раньше являлся городом Джексон. И однажды Джоэл со своим братом Томми пропадает, и Элли начинает их искать. Элли находит Джоэл, однако оба попадают в плен лидера небольшой группы бойцов, входящих в состав фронта освобождения Вашингтона, которые раньше являлись цикадами. Главный антагонист, который является еще вдобавок главным героем по имени Эбби, на глазах Элли убивает Джоэла. Эбби считает, что Джоэл является отцом Элли, который убил отца Эбби. Если кто-то не понял первую часть Ласта Фас, я напомню, что врач, который пытался разрезать Элли, чтобы добыть вакцину, является отцом Эбби, и поэтому между главными героями начинается конфликт. Главная задача главных героиней Элли и Эбби, это, конечно же, месть, то есть уничтожить друг друга. Изменение геймплея все-таки имеется, но донки маленькие на самом-то деле. Однако, боевка больше всего изменилась в геймплее. Особенно это заметно, когда вы добиваете противника, к примеру, с помощью бутылки или кирпича. Стелс в этой игре не изменился, единственное, что добавили, это звук, который предупреждает игрока о том, что ему нужно спрятаться срочно. То есть, если противник смотрит в сторону игрока, то игроку придется либо убить противника, либо срочно спрятаться, а иначе противник поднимет тревогу. И так как игра имеет элементы выживания, вам постоянно нужно лутаться, чтобы скрасить обчечку или патроны. Прокачка оружия точно такая же, как и в первой чате. Вы зарабатываете очки, подходите к верстаку, выбираете оружие определенное и качаете все на максимум. Это также касается и прокачки персонажа, однако есть одно но, так как здесь два главных героя, вам придется индивидуально прокачивать персонажа и оружие. Ну а что по искусственному интеллекту, спросите вы у меня? Противники стали более внимательными и опасными, но зато союзники, уууу, бляха, муха на дворе, 2020 год, и напарники до сих пор не могут нормально помочь главному герою. Правда там есть пару персонажей, которые помогают главным героям, но это либо просто исключение из правил, либо разработчики специально так сделали, чтобы большинство игроков... Но вообще, главное наведение этой игры, это взаимодействие гитаре. Да, вы не ослушались, вы можете играть на гитаре, однако это, к сожалению, только Элли доступно. И Эбби, кстати, тоже могла бы на гитаре поиграть, но разработчики либо поленились это сделать, либо осознавались, что это будет неуместно. Но на самом деле было бы прикольно, если бы тоже за Эбби давали поиграть на гитаре. Графика отличается от первой части Last of Us. Помню, я раньше делал прохождение по Last of Us на втором канале, и помню, графика была, ну, довольно-таки мыльной. Но, к счастью, зато на второй части всё более-менее красиво выглядит. Не могу сказать, что это нэнсген какой-нибудь, но всё же выглядит картинка даже очень приятно. Интерфейс изменился, но не настолько радикально, как хотелось. Иконка и оружие вообще полностью скопированы с первой части. Возможно, я просто невнимательный, либо разумычки действительно поленились перерисовать все иконки. Дизайн окружающего мира Донки изменился. Помимо обычных домов, здесь имеются даже аквапарки. И атмосфера просто покалкивается, но очень сильно ощущается. И у игрока начинает возникать такое ощущение, что как будто он попал в игру. И игрок может подумать, блин, а ведь в реальной жизни может произойти такое, если наши учёные сильно обосрутся. И помимо окружающей среды, дизайн у персонажей тоже изменился. И такое чувство, что как будто реальные актёры играли. Даже дизайн собак и зомби кажется реалистичными. И по-любому есть графодротчеры, которые ради этого готовы играть в эту игру, несмотря на то, что тут имеется пропаганда толерастия. Ну а теперь давайте-ка подводить итоги. Что я думаю об этой игре? Игра получилась довольно-таки классная. Однако, я, к сожалению, не могу сказать, что это, мол, шедевр, великолепность и всё такое. А иначе большинство из вас подумают, что я якобы продался. Хотя при этом это неправда. И если честно, я не понимаю хейтеров, которые говорят, что, мол, там колоссальное количество пропаганды о ГЛОПТ. Хотя при этом, там всего лишь максимум две сцены было, где там Элли сосётся со своей подругой Дин. Это как в одном анекдоте. Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. И это я веду к тому, что вы либо до конца проходите игру и говорите, что на самом деле не так, либо вообще молчите и не обращайте внимания на данный проект. Короче, герои, это ваше дело, как относиться к моему обзору и к самой игре. Но я считаю, что данный проект недоценённый. Хотя при этом мне больше первая часть зашла. Ну а на этом всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, делитесь видео в социальных сетях. Также добавьте ко мне друзья ВКонтакте, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой второй канал и донатите. Все ссылки в описании. С вами я, Вайпермен. Всем удачи и всем пока.